На лесопромышленных северах Свердловщины груз отходов переработки зеленого друга коварно сбил с пути истинного тяжеленный грузовик и перелмал ребра его не рассчитавшему траекторию водителю. В полиции Новой Ляли о крушении тягача с груженой фурой стало известно в половине пятого вечера, когда туда позвонили из центральной районной больницы и рассказали о пациенте, получившем телесные повреждения в ДТП, где он был единственным участником. На левом повороте завалил на правый борт свою огромную телегу, загруженную самым летучим веществом, образующимся, когда лес рубят. Тягач МАЗ-6430С9 и полуприцеп Тонар-9589 – собственность лесоперерабатывающей конторы из Серова. Трудился на ней 37-летний и очень дисциплинированный водитель. Ни одного нарушения ПДД в этом году. За рулем был трезв и пристегнут. Стаж 20 лет – автомобиль совершенно исправен. Путь держал из Красноярки, откуда выехал на юг по Серовскому тракту ровно в три пополудни. Ровно в четыре он с 291-го километра свернул влево на северный подъезд к Новой Ляли. На дорогу короткую, но узкую и петляющую, гораздо круче, чем едва ли не главное шоссе области. Это водителя и подвело. К очередной загогулине он подлетел слишком борзо, и она наказала его за то, что тот не оценил ее крутизны. Древесная щепа на вираже прильнула вся к правой стенке Тонара. Он накренился и завалился, утащив с собой, разумеется, и тягач, поломав водителю несколько ребер и одну лопатку, как позже выяснили, в Навалялинской ЦРБ. После того, как помощь человеку была организована, пришла пора выручать технику. Гаишники известили собственника, тот организовал охрану, а на следующий день и подъемно-спасательные работы, которые неожиданно пошли с огоньком, когда один из стальных тросов прям-таки взорвался со снопом искр. Однако работники проявили настойчивость, заменили слабое звено и по той же самой схеме, один поднимает, двое тянут, все ж победили ту самую древесную щепу. Ну а ГАИ, между тем, обращается к водителям с требованием. О неукоснительном соблюдении требований правил дорожного движения Российской Федерации, выборе скорости движения, соответствующих дорожным условиям.